Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем оглавном. Сегодня у меня мега большой день. Я надеюсь, вы меня поддержите. Я снимаю обновленную коллекцию лаков для ногтей. Если вам интересно, как эта коллекция выглядела год назад, я оставлю ссылку на видео внизу. И год до этого, в 2012 году, тоже ссылку оставлю внизу. Коллекция, конечно, моя значительно выросла. Поэтому сегодня я снимаю все, что у меня есть, ну, по крайней мере, на данный момент. И я буду делать большую такую масштабную весеннюю чистку, потому что хочу сократить количество лаков до такого количества, которое будет умещаться на двух акриловых стойках. Сейчас я вам покажу все в подробностях, покажу вам свой уголок. Конечно же, нужно тут добавить такое дисклеймер, так называемый, некое пояснение. Лаков у меня много, потому что мне нравится пользоваться разными лаками. Мне нравится их смешивать, мне нравится делать какие-то дизайны. Если мои лаки начинают немножко посыхать, я обычно добавляю в них немножко жидкости для растворения, для разжижения лака. Таким образом, честно говоря, нет ни одного лака, на который бы можно было совсем махнуть рукой. Я не добавляю в лаки жидкость для снятия лака, потому что это портит форму лака. И на самом деле, как раз намного быстрее лак выходит из строя. Для разбавления лака продается много где. Я купила свою в магазине Sully Beauty Supply. Это сеть магазинов США. Я знаю, что есть подобные жидкости. И в самых разнообразных магазинах от самых разных брендов. Есть и у P.I., есть и у Sushvit. Много у кого есть. Есть даже самые такие дешевые, как говорится, no name. Какие-то продукты от, не знаю, я уверена, и умные у Mali есть, и у Sully Hans'а, я думаю, есть. Есть какие-то там непонятно от кого жидкости, которые работают точно так же хорошо, как и жидкости от более дорогих брендов. У меня нет никакой проблемы с тем, чтобы лаки у меня хранились долго. Поскольку храню я их в достаточно плотном, закрытом виде, добавляю в них жидкость для разбавления лака. Если они подсыхают, я их встряхиваю периодически. У меня нет ни одного лака, который у меня испортился за 20 лет. Формула и цвет у них не изменились. Поэтому это ответ на первый вопрос. А не портятся ли у меня лаки? Ответа второй вопрос. Буду ли я делать giveaway или конгов с раздачей лаков, которые мне не понравятся? Это будет все в отдельном видео. Сейчас я вам просто покажу свою коллекцию. Если вы любите подобные видео, оставайтесь со мной. Если у вас какие-то проблемы по поводу того, что зачем мне столько лаков, что я должна кому-то что-то отдать, сразу вам говорю, просто выключайте это видео, потому что я не буду отвечать на подобные вопросы. Я просто снимаю это видео для таких же лакоманьяков, как я. Людей, которые любят рассматривать коллекции, которые любят играться с лаками, с текстурами, с шиммерами, с самыми разнообразными финишами. Ну что же, со всеми дисклеймерами, оговорками, предупреждениями покончено. Сейчас самое-самое приятное. Перемещаемся в мой лаковый уголок. Ну, вот он мой лаковый уголок. Сейчас я вам покажу подробности в каждой ряд, расскажу про лаки, но в целом пока про систему хранения. У меня две стойки акриловых. Я их покупала на Амазоне, я просто ввела Acrylic Nail Rack и, собственно, нашла ту, которая была дешевле. Если я не ошибаюсь, каждая стоила приблизительно 40 долларов. Стойки мне нравятся, они очень визуальные, просто как-то очень доступно выглядят все лаки для ногтей, когда они именно на этой стойке. Мне это кажется очень удобным. Я понимаю, что каждому свое, но для меня вот это самая оптимальная система хранения. То, что у меня уже полностью заполнены обе стойки. У меня есть маленькая коробочка с лаками для смешивания. Тут в основном полупустые баночки, которые я использую для смешивания с другими лаками. Сами эти лаки я не использую в отдельности. И поскольку коллекция моя все растет и растет, у меня образовалась вот такая вот коробка лаков уже как бы через край, которые не помещаются на стойке. Конечная цель после весенней чистки будет, чтобы все лаки, которые я оставлю себе, умещались на этих двух стойках. Тем не менее, это не значит, что если что-то вы видите на стойке, то это остается, а то, что в этом боксе, то, что в этой коробочке, то уйдет. На самом деле я буду свочить и смотреть на все лаки и буду перестраивать свою коллекцию в целом. В основном просто то, что попало на стойке, это лаки одного бренда, например, Orly, потому что мне нравится, как выглядят лаки одного бренда все вместе. А здесь в этой коробке собраны миниатюрки и лаки, которые, ну, таких непонятных каких-то форм, может быть, которые не совсем элегантны, не совсем однообразны. И порядочно бы смотрелись, если вы их выставите на окружную стойку. Вот она, первая стойка. На верхнем ряду у меня стоят лаки Dance Legends, Chulip, на втором OPI вместе с их верхними покрытиями. Вот это вот три верхних покрытия новых. Дальше тоже немножко OPI, дальше идет Color Club, миниатюрки Color Club, OPI и Sephora by OPI. Дальше одни из моих самых любимых дешевых лаков это Wet n' Wild лаки. Дальше лаки от Kiko, Zoya, потом Sephora by OPI, именно кремовые оттенки, потому что блестки у меня лежат отдельно. Дальше какие-то... Тут больше уже я по форме бутылочки объединяла. Такие элентрические, скажем так, бутылочки. Тут у нас и Maybelline, Aurelia, Nels Inc. Дальше идет Sally Hansen, Kaleidoscope от El Corazon и Heart Candy с одним лаком от Klairs, который мне показался имитацией яиц диких птиц от El Corazon, когда я их не могла найти. И последний ряд это Essie лаки, затем пару верхних подкрытий от Pure Eyes Color Club. Ну а дальше Sally Hansen, несколько блесток и топовых покрытий и их серия Insta Dry, которая мне нравится из-за того, что у них очень быстро действительно сохнут лаки и достаточно плотные цвета, которые хорошо покрывают ногтевую пластину. Вот это мои лаки от Tense Legend. Здесь мои любимые их голографики. Такой очень необычный цвет, такой оливковый с каким-то розовым отливом, серебристым шиммером и голографиком. Все в одном 48-й. Очень люблю этот цвет. Достаточно любимый мной нюд, который, к сожалению, в бутылочке расслаивается, но на ногтях смотрится красиво. Это тоже их линейные голографики, блестки, это светоактивный лак, моя коллекция Julep. Здесь самые разнообразные цвета, но тут тоже надо будет сделать чистку в какой-то момент. 180-й термо-лак, который меняется между черным таким гелий-лаком с серебристыми блестками к белому, такому полупрозрачному белоплатиновому цвету с теми же серебристыми блестками. Номер 6 Glory Star, красивейшие голографические золотые блестки от Dance Legend. Ну вот хоть убейте, практически никогда я ими не пользуюсь, поэтому, наверное, придется от него избавиться. Этот лак мне как-то жалко от него избавляться, хотя это немножко идея такая детская, он меняет цвет в зависимости от освещения, но пока я его все-таки подержу в своей коллекции, тем более, что лаки Dance Legend мне достать достаточно тяжело. Холодно-розовый оттенок, тоже с кремовым финишем под именем Wreeze. К сожалению, я все никак не могу придумать, к чему бы его поносить. Опаловый топ, сам по себе он слишком прозрачный, под названием Melissa. Красивый топ, но есть у него, в принципе, копии. И вот этот голубой цвет, тоже как-то яркие, такие цвета не очень у меня приживаются. Хотя единственное, что можно его оставить, что он маленький, опять же. Вот эти лаки я, может, когда бутылочки маленькие, я более склонна к ним толерантно относиться, потому что они не занимают много места. Эта четверка мне досталась в наборе, это миниатюрки от Color Club. Из их коллекции что-то связанное с fashion magazines, то есть что-то с гламурными журналами. Но, к сожалению, миниатюры идут без названий, поэтому восстанавливать их можно только в интернете, если вы будете искать какие-то коллекции Color Club и случайно наткнетесь. Я даже точно не знаю название этой коллекции. А лаки мне нравятся, видите, некоторые из них дуахромовые, но все-таки у Color Club формула часто страдает тем, что они полосят и слишком быстро... Они достаточно густые, полосят и слишком быстро высыхают. Это не самое лучшее сочетание качеств в лаках. Но вот зато бывают, конечно, уникальные и интересные цвета. Дальше идет моя коллекция OPI. Да, здесь будет трудно принять решение. Придется мне избавиться от Metallic for Life. Уж насколько я люблю эти блестки, какие-то ностальгическая у меня к ним привязанность, но уже сто лет ими не пользовалась. Да, это, это, наверное, пока оставлю. Вот Mermaid Tears у меня под вопросом, потому что у меня есть другие мятные оттенки. И от Orly, и от Wet n' Wild. Вот надо его протестировать. Я его пока положу в кучку по однакам вопроса. Я поношу и подумаю, нужен он мне или нет. Вот этот цвет такой лаймово-желтый. Пока, опять же, с желтыми, хоть у меня сегодня на ногтях желтый цвет, но я не очень с ними дружу, поэтому тоже в кучку по однакам вопроса. Хотя бы один маникюр мне надо с ним сделать, как-то определиться, буду я пользоваться таким цветом или нет. Далее, Sheer Tins. Большие возлагала я надежды на эти Sheer Tins, но поскольку это эмали, а не такие желе, которые рассеивают свет, то блестки, такое металлическое сияние блесток, они не перекрывают, они очень густые. Как-то вот я с ними поигралась-поигралась немножечко так, и вот совсем не впечатлилась. Наверное, особенно не будет у меня времени с ними работать, что-то как-то выдумывает для них применение, поскольку для сэндвич-маникюров они не подходят, то, соответственно, и, наверное, держать их смысла нет. Дальше у нас идут оттенки I Need Sourdough. Прикольный такой кирпичный цвет с розоватым отливом, но не сказала бы, что он какой-то супер уникальный для моей коллекции. Наверное, от него придется избавиться. Розета остается, Love Pissop и остается Sprung. Вот насчет Sprung я, кстати, не уверена. Это такой микро-шиммер, одна из любимых моих категорий. Ну, вот что-то как-то... На сводчах в интернете он мне зацепил больше, нежели сам по себе. Надо поносить, пойдет у меня в... Он пойдет у меня в коробочку по знаком вопроса. Есть у меня еще две такие малютки из коллекции с Mariah Carey, которые вот по цвету я вряд ли буду когда-либо пользоваться. Так что это тоже пойдет на раздачу. И примерно такая же ситуация с миниатюрками Sephora Bio API. Тем более, что Sephora Bio API перестали выпускать эти лаки. Они, по-моему, закончили свою коллаборацию. Сейчас Sephora коллаборирует с формулой X. Поэтому останавливаться не буду. Названий нет, лаки уже не выпускаются. Но, тем не менее, очень люблю я блестки от этого бренда. Сейчас можно Sephora Bio API лаки найти в разных дисконтных магазинах, где они продаются по 2-3 доллара. Если вам что-то попадется, советую приобрести, потому что это качество, равное лакам API. Далее, Wet n Wild. Люблю эти лаки, но заметила, что вот этим красивенным фиолетовым давно уже не пользовалась. Хотя, когда я его купила, любила его безумно. Видите, сколько я использовала. Но что-то в последнее время никак. Наверное, отдам. Этот красный я люблю, этот люблю, этот тоже люблю. Розовый. Ну вот хоть убейте, не идут у меня розовые лаки. Вот это, наверное, я отдам. Оранжевый люблю. Да, люблю, не буду никому отдавать. Скику все в порядке у нас. Теперь посмотрим на Зою. FeeFee и Jules я уже выбрала. Я их от не буду избавляться. А здесь... Хм... Единственное, у меня сомнения по поводу Пандоры. Как-то не очень на мне идет. Наверное, вот я сейчас поношу. Пытаюсь как-то понять, как я все-таки к ней отношусь. Да, вот эти два пойдут, наверное, в коробочку со знаком вопроса. Туда же, кстати, пойдет у меня Cassie. Потому что, потому что, есть у меня похожий на нее лак от Kiko, который мне по качеству... Кстати, я их обоих положу в коробочку со знаком вопроса. Вот как раз один из них мне надо будет выбрать. Оба мне, наверное, скорее всего, не нужны. Вот это прикольный цвет от Simple Colors. Такой песочный бежевый. Я им ни разу не воспользовалась. Хотя цвет мне очень нравится. Это скорее всего из-за того, что у меня просто слишком много лаков. Поскольку я им ни разу не воспользовалась, я, пожалуй, его, кстати, могу и разыграть в каком-нибудь конкурсе. Потому что он совершенно новый. Вот этот лак от Nail Sync. Очень нравится мне его качество. Но цвет какой-то вот он мне не прижился. Он такой пыльно-селенево-розовый. Называется он Broughton. Очень нравится мне качество этого лака. Но я не очень люблю форму бутылочки. Как вы поняли, мне есть из чего выбирать. Поэтому, наверное, буду от него избавляться. Вот эти два топовых покрытия от Heart Candy. Хотела я с ними поиграться, но как-то они у меня не прижились. Видимо, как-то быстро я потеряла интерес с таким графическим покрытием. Хотя сами они по себе очень интересны. Наверное, буду от них избавляться. Вот их номера, если вам интересно. Вот этот лак от AC, который называется Your Heart or Mine. Моя мама его очень любит. Я его тоже себе купила. Пару раз поносила. И что-то как-то... Почему-то он мне теперь скучноват. Вы понимаете, да? С таким выбором. Я начинаю придираться ко всему, чему можно и нельзя. Сам лак мне очень нравится и по формуле, и по качеству. Но вот что-то как-то оттенок меня уже не цепляет. Видимо, как-то потеряла к нему интерес. От Color Club. Очень классные цвета. Но почему-то я замучилась их формулой. Очень густая формула. Как-то мне лень ее разбавлять, с ней работать. Хотя цвета мне безумно нравятся. Это редчайший цвет платины. Очень я его люблю. Хочу им найти замену в более дружелюбной формуле. И это красивейший искристый серый цвет. Очень красивые оттенки. Но работать с ними мне лень, честно говоря. Уже что-то не хватает терпения. Вот этот лак специально купила, хотела цвет малины и так ни разу ему не воспользовалась. Вот какой-то был, видимо, минутная слабость. Кладу его в коробочку под знаком вопроса. Нужно все-таки хотя бы раз его поносить и определиться, нужен мне такой цвет или нет. Красивейший цвет, которым я не воспользовалась ни разу. За несколько лет, можно сказать. Почти за полтора года. Называется он Trophy Wife. Так, наверное, видно. Красивейший металлический, темный, богатый, изумрудно такой зеленоватый оттенок. Но вот ни разу я им не воспользовалась. Видимо, не судьба. Поэтому пока он новый, наверное, я его просто от него избавлюсь. Все-таки подумав-подумав, решила, что буду я избавляться от цвета Никки от Julep. Очень он мне нравится. Опять же, ничего плохого о нем сказать не могу. Но единственное, что нюдовых цветов у меня оттенков очень много. И я большой любитель шиммеров. А этот цвет более кремовый с таким мягким, едва заметным зеленоватым отливом. Всем он хорош, но вот прям чувствую, что не буду я им достаточно пользоваться. Поэтому лучше я что-нибудь с ним придумаю, кому-нибудь его отдам. Ну вот такая у нас получается кучка с этой стойки. Придевшая стойка. Будем надеяться, что когда я в нее выложу другие лаки.